Девушки отдыхают Государственная рада Украины лишила депутатских полномочий крымчанку Злату Огневич. Конкурс, испорченный политикой. Госприприятие Антонов передумало присваивать имя своему самолету Ан-178. Аварийное здание или лакомый кусок земли оккупационной власти пустили под снос здание кукольного театра в самом центре Симферополя. Государство Украина финансово не обеспечивает право на образование крымских школьников и студентов. Об этом заявили общественники-переселенцы в Киеве. По итогам года активисты констатируют, профильным министерствам сделано многое, но часть ключевых вопросов не решена. В Минобразование отмечают, финансовая сторона вопроса зависит не от них. Запросы в Минфин на 2016 год сделаны, однако решать будет парламент. Между тем, в законе Украины о высшем образовании предусмотрено, что крымские студенты-переселенцы имеют право на бюджетные места в вузах, бесплатное общежитие, доступ к интернету и электронным учебникам. На деле же вузы отказываются обеспечивать это. С отказом столкнулась студентка Киевского вуза, переселенка Татьяна Бесараб. Ни одно из вышеуказанных вопросов не является нашими требованиями, личными требованиями. Все они предусмотрены законами Украины. И наша просьба заключается в том, чтобы их выполняли. Мы хотим знать, когда будут выполнены все эти вопросы. Студентам в вузах отказывают, поскольку в стране не действует определенный порядок предоставления господдержки студентам-переселенцам. Идут на это вузы крайне редко, на свой страх и риск. Поскольку без такого порядка любая проверка предъявит претензии относительно того, на каком основании это делается. Представители Министерства образования Украины объясняют, такой порядок давно разработали, но он застрял на рассмотрении в министерствах Кабмина. И сейчас он согласен только Министерством социальной политики. На большую поддержку, на большие вопросы, на большие проблемы, конечно, у нас будут с Министерством финансов. Общественные активисты с горечью отмечают, это при том, что государство фактически сэкономило на крымских преподавателях и студентах. Ведь оккупанты лишили его обязанности содержать вузы полуострова. Проволочки с финансированием льгот для крымских студентов-переселенцев нечестны по отношению к ним. В таком случае представители власти должны извиниться и отменить закон, раз не в состоянии его выполнять, отмечают общественники. Однако при этом необходимо осознавать, что российские власти ведут активную борьбу за умы украинских граждан, предоставляя всевозможные преференции крымским студентам. Ситуация, которая склалась сейчас, может быть решена в двух порядках. Это два выхода. Абсолютно Кабинет Министров все же прийме порядок надания державно-цельовой поддержки, або в 2016 году студентам доведется помогать державе, дать им эти пильги, и они будут вимушены обратиться к суду. И следует сказать, что такой процесс будет выигрышным, потому что как Верховный суд Украины, так и Европейский суд с права людини уже давно поставил крапку в таких вопросах. Это означает, что отсутствие порядка не может избавлять человека его права и, конечно, не может избавлять державу ответственности. Есть и позитивные новости. По многочисленным просьбам крымчан на материке будет воссоздан старейший крымский вуз Таврический национальный университет имени Вернацкого. Его ректором назначен доктор филологических наук профессор Владимир Казарин. Открытие вуза запланировано на весну следующего года. Обучение в нем возобновится сначала в дистанционной форме, которая является самым простым путем к образованию для крымчан. Фактически, только в этом году в Украине начали активно внедрять эту форму образования, отмечают в профильном ведомстве. По данным Центра гражданского просвещения «Альменда», в этом году к общественникам обращались не только ученики 9-11 классов, но и второклассники, и целый поток семиклассников. И сразу же выявились пробелы в организации такой формы обучения для этих классов. Хорошая, качественная платформа, по которой ребенок, где-то отключается свет в Крыму, то еще что-то происходит, может зайти и получить доступ к образовательным продуктам, это, наверное, половина успеха. Второе – это оплата труда учителей, которые занимаются дистанционным образованием. То есть, на сегодняшний день дистанционное образование есть, но финансирования на дистанционное образование нет. На организацию дистанционного образования из госбюджета запрашивают 10 миллионов гривен. Однако бюджетный процесс в Украине еще не завершен, и поэтому неизвестно, будут ли эти деньги в итоге реально выделены. В российском правительстве обнародовали перечень украинской продукции, ввоз которой на территорию Российской Федерации будет запрещен с 1 января 2016 года. Согласно опубликованному постановлению правительства, под запрет попадает вся сельхозпродукция, а также сырье и продовольствие. Таким образом, без украинской продукции окончательно останется и оккупированный Крым. Провозить ее с собой на полуостров не удастся даже на личном легковом транспорте. Принятые решения необходимы для распространения специальных экономических мер в отношении Украины, говорится в решении правительства. Российские власти также хотят отказаться и от турецкой одежды. Минпромторг предлагает ограничить импорт товаров турецкой легкой промышленности. В ведомстве считают, что необходимо запретить ввоз 70-80% такой продукции. Соответствующие предложения уже переданы в Минэкономразвитие. По данным российских СМИ, у Роспотребнадзора возникли претензии к изделиям турецкой легкой промышленности. В частности, к детской одежде, мебели, чистящим средствам и продуктам питания. По результатам исследований из оборота, с начала года было изъято более 800 килограммов этих товаров. Верховная Рада Украины лишила депутатских полномочий крымчанку Злату Огневич, которая представляла в парламенте радикальную партию. Огневич сложила депутатский мандат по собственному желанию, поскольку считает, что в парламенте невозможно развивать культурную сферу Украины. Ведь на первом месте у представителей депутатского корпуса личные бизнес-интересы. Уверена она, о чем еще месяц назад заявила с трибуны парламента. Я вижу, как в этом парламенте вместо пледной, реальности законотворительной деятельности створюются непопулярные лоббистские законопроекти. Ведется политическая война одного политического угрупования с другим. Отстояются интересы определенных хозяев, тех или других политических групп. Злата Огневич стала народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов в прошлом году. В Украине она более известна как певица. В 2013 году представляла страну на конкурсе «Песни Евровидения». Крымские страницы биографии Огневич связаны с сутоком, где прошло ее детство. Впоследствии певица стала заслуженной Ардийской автономной республики Крым. А в 2013 году была лицом рекламной кампании крымских курортов. Руководство госпредприятия «Антонов» передумало присваивать имя своему новому самолету Ан-178. После завершения ранее объявленного конкурса на лучшее название. Отметим, что в народном конкурсе, который проходил на фейсбук странице Антонова, победило название «Амедхан» в честь легендарного крымско-татарского летчика-испытателя, дважды героя Советского Союза Амедхана Султана. После старта конкурса представительство Меджлиса крымско-татарского народа в Киеве, Министерство информационной политики Украины и Уполномоченные президента по делам крымских татар обратились к предприятию с просьбой поддержать название для самолета «Амедхан-178». В итоге за это название проголосовали более 3,5 тысяч человек из более 250 тысяч, принявших участие в конкурсе. Однако организаторы заявили, что в судьбу конкурса вмешалась политика, а борьба за название стала поводом для международных политических баталий. Дело в том, что широкой популярностью во время конкурса пользовались предложения названий «Степан Бандера» и «Киборг». На этом стали спекулировать российские пропагандистские СМИ. Пресс-служба Антонова заявила, что предприятие известно в мире как флагман украинского самолетостроения и, придерживаясь этих высоких принципов, не может допустить использование бренда в политических противостояниях. В связи с этим принято решение, что новый самолет останется в международной классификации как «Ам-178». Часть участников конкурса посчитали себя оскорбленными таким решением и упрекают организаторов конкурса в недальновидности и непрофессионализме. Напомним, разработка украинского транспортного самолета «Ам-178» длилась около трех с половиной лет. Самолет удачно дебютировал на мировом авиашоу «Ле Бурже-2015». Окупационные власти Крыма пустили под снос здание кукольного театра в самом центре Симферополя, который является одним из старейших театров кукол Украины. Ему почти 80 лет. Решение списать объект принято на заседании Комитета сепаратистского госсовета по земельным и имущественным отношениям, передает провластное издание «Крыминформ». Данный вопрос на заседании рассматривался в срочном порядке, а работы по сносу здания планируют начать уже до нового года, поскольку в феврале необходимо предоставить свободный от застройки участок для проектирования. Окупационные власти ссылаются на то, что здание театра находится в аварийном состоянии, вследствие нерационального применения усиления и реконструкции. Такое заключение выдала комиссия по списанию. Однако симферопольцы в соцсетях предполагают, что это может быть формальной причиной, чтобы отдать под коммерческие цели лакомый кусок земли в центре крымской столицы. В госсовете уверяют, что на месте здания кукольного театра появится новое, поскольку объект включен в соответствующую федеральную целевую программу. Однако произойдет это не раньше конца 2018 года. Строить новый театр планируют в течение трех лет.